Что там, Милан? Ну-ка, показывай. Что там? Включи свет, Зай. Я думала, Серёжа там плёнку распечатывает, а это... Это зайка Кирилл. Вот такие вот розочки. Сегодня день студентов, день Татьяны, поэтому... Фокус. Вот такие вот беленькие розочки. Мой любимый цвет. А мой любимый красный и чарный. Так. Ну что, они хорошо. Да, ну подожди, пожалуйста. Это мне. Я хочу посмотреть, что будет. Так, это Кириллу мы подарим альбом. Ну всё тебе надо, Милаш. Вот, мама. Так, тебе один картон, Милаш. На тебе вот такую. Машину? Ну, какая разница, Зай. Ну ладно. Так, цветная бумага и цветная... Одну цветную бумагу бери какую-нибудь. Смотри, цветная бумага, она разная. Я не знаю, какая больше она понравится. А мне вот эта больше нравится. Почему? Так, и тут посылочка пришла. Я вам чуть позже покажу, что в ней. И будет конкурс. Да, конкурс будет. Сейчас откроем чуть позже. Машину получила посылочку от сайта Садовый Эльф. Хочу вам сегодня показать их сайт. И заказала... Собственно говоря, на этом сайте продаются семена. Заказала там. И хочу вам показать, что же я посею из этих семян в этом году. Я не забыла о том, что нужно сеять семена. Но буду их сеять только где-то в середине февраля. Поэтому обязательно ко мне присоединяйтесь. И давайте я вам покажу сайт. И затем покажу, какие же семена я заказала. И в конце вас ждет очень хороший конкурс. Так что досмотрите обязательно до конца. Итак, хочу вам показать сайт, на котором были заказаны семена. Сайт доставку делает только почтой. Можно это сделать наложенным платежом. Либо оплатить онлайн. Минимальная сумма заказа на этом сайте стоит 500 рублей. На этом сайте очень большой выбор семян. Абсолютно любых. На любой вкус. Вот, кстати, смотрите огурцы. Маша F1. Плазменные семена. Самый ранний из существующих гибридов. Корнишон. Я, кстати, очень часто слышала об этом огурчике. Но вот в этот раз не заказала для вас. Что-то как-то пропустила. Вот такие вот семена. Здесь идет описание. Как сеять. Сколько семян находится в упаковке. Все написано. Арбузики есть любые. Арбуз желтое чудо. Ну, я в основном заказывала то, что мне было интересно. Если вам вдруг интересен этот сайт, то внизу в описании под этим видео я обязательно оставлю для вас ссылочку на этот сайт. Заходите и посмотрите. Ну, а сейчас давайте я перейду к обзору семян. Покажу, что же я заказала. Так. И давайте же покажу, что же я заказала. Это буквально по одному экземпляру из того, что я заказала. Потому что я заказ сделала и для вас, мои дорогие зрители. Итак, заказала баклажан черный опал. Мне понравилось, что он подходит для заморозки. И очень хорошая, по крайней мере обещают, очень хорошая урожайность. Дальше. Заказала очень и очень хорошие огурчики. Это огурец Герман и огурец Кураж. Оба этих огурчика, они завязываются пучками. Очень урожайные и достаточно такие известные. Поэтому, если вы вдруг не пробовали, то попробуйте. Если вы играете в конкурсе. Если нет, то просто-напросто обратите на эти огурчики свое внимание. Так. Заказала кабачок Маша. Это ранеспелый и очень хорошо плодоносит в жару и в холод. Тоже такой известный сорт. Также кабачок Цухини Черный Красавец. Тоже ранеспелый, кустовой, мякоть очень нежная. Ну, как-то вот так, для разнообразия заказала. Так. Заказала два сладких перца. Перец Елена F1. Написано, что очень хороший урожай. Прям королевский урожай. Не знаю, но слышала о перце Воловье Ухо. Что он очень крупный. До 250 грамм доходит. И, кстати, вот этот вот Елена F1. Он должен быть с толстыми стеночками. Так что, вот такие вот перчики вам заказала. Архатцы Золотой Великан. Попробуйте. И заказала также свой любимый укроп, кустовой, аллигатор. Он очень большой. Вырастает очень поздно. Ну, практически не выпускает зонтиков. Попробуйте. Он очень урожайный. И здесь очень большая упаковка. Мне он очень нравится. И никогда меня не подводит вот этот вот укроп, аллигатор называется. Также взяла капусту. Белокочану и юнтика. Очень известная капуста. Хорошо плодоносит. И ранний урожай. И последнее, что я взяла, это 4 томата. Томат Канары. Эти плоды доходят до 800 грамм. Конечно же, это при правильном уходе за ними. Мясистые и не водянистые. Принц крупноплодный и мякоть сахарная. Посмотрите, как он отличается по цвету. Он больше такой темно-темно-красно-шоколадный. Вот тоже написано, что очень хороший урожай. И плоды доходят до 250-300 грамм. Для свежих салатов. Но я, в принципе, его так и брала. Просто вот сейчас прочитала. Очень хороший томат, мне кажется. Также томат Черный жемчуг. Это высокорослый с шоколадными сладкими плодами. 340 грамм. Ну, такие чуть больше, наверное, черри будут. Я думаю, и подойдут для консервации. И подойдут, чтобы просто есть. Особенно дети такие томатики любят. И томат от компании Партнер. Ультраранний, универсального типа Любаша F1. Очень давно хотела попробовать семена от компании Партнер. Вот такая у меня возможность наконец-то появилась. Дорогие, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно быть, конечно же, обязательно подписчиком моего канала. Оставить комментарий под этим видео. Написать любой сорт, либо любой гибрид, любой культуры, которая вам нравится, которую вы бы посоветовали. Обязательно участвуйте в этом конкурсе. И 1 февраля я случайным образом выберу победителя в этом конкурсе. Так, я сегодня буду готовить грудинку. В духовке купила вот такую вот грудинку. Она не жирная, на мой взгляд. И вот здесь у меня уже смесь перцев. Здесь красный, перец, соль, кориандр. В общем, все-все-все, что мне нравится. Я сюда сложила. Сейчас хочу все это натереть. Еще, правда, немножко соли добавлю. И добавлю также подсолнечное масло. И немножко пусть стоит маринуется. Буду все это запекать вот в такой вот тефалевской сковородке. И ставить потом в духовку. Где-то на полчаса, может быть, на час все это сейчас замариную. Вот смотрите, вот что в итоге получилось. Вот так оно красиво. И когда оно запекается, оно такое темного цвета получается. Но при этом такое сочное, вкусное внутри мясо. Да, у меня есть еще отварная картошка, которая у меня порезана на 4 части. Я ее просто-напросто потом дополнительно обжарю. Либо на сковородке, либо тоже в духовку. Поставлю, чтобы она подрумянилась. Вот. Так, я мясо уже поставила. Здесь у меня сливочное масло вместе с подсолнечным. Так, я бросаю сюда дольки лука. Сейчас его поджарю до золотистого цвета. И брошу отварную картошку. Так, вот отварная картошка. Видите, вот таким вот образом она порезана. Сейчас все это обжарю. Ммм, как сливочным маслом запахло. Это, конечно, все вредненько, но вкусненько. А там уже мясо стоит. Вон оно. Так, ну что, ребят, наконец-то пришла пленка. Гибкое стекло, которое я вам говорила. Вот так оно выглядит на миланном столе. Вот. Можете отдельное видео посмотреть. Про пленку. И я там рассказываю о некоторых нюансах, которые вам нужно будет знать, когда будете заказывать. Итак, вот такие розовые розочки. Сережа подруги нашей купила. Она миланна. Крестная. А я крестная. О, ее сына Кирилла. Так. Какая красота. Дарю вам эту красоту через экран. А это вот такие мои белые. Розочки, Сережа знает, что я люблю белый цвет, белые цветы. В общем, все белое. В принципе, и поклотит. Всем привет. Сегодня уже следующий день. Я буду сейчас жарить яичницу. Здесь у меня перекрученные коматы, которые я заготавливаю с летом. И буду сейчас яичницу вот так обжаривать. В духовке у меня на разморозке стоит мясо. Размораживается. Я хочу сегодня плов приготовить и харчо. Так, ну что, смотрите, мои дорогие, что я тут приготовила. Здесь у меня харчо. Немножко совсем лучок пригорел, но ничего страшного. Так. Здесь у меня плов. Правда, он приготовлен в воке, но ничего страшного. Пока не буду перемешивать, пусть стоит. Также у нас есть куриные котлеты и вот там еще макарошки. Это для Миланы. И отдельно для нее суп, потому что она харчо не ест. В конце в харчо я добавляю чеснок. И все. Будет очень вкусно. Также я в харчо всегда добавляю аджику. Вот. Как-то так. Хочу вам показать, какая у нас погода на улице. Посмотрите, на улице снег. Вчера была на улице весна, а сегодня снег. Зима-зимушка. Хочу с вами поделиться таким вот подарком. Это мне клиентка горшочек для запекания подарила. Я сначала подумала, что это кастрюля, не прочитав внимания. Блин, ну это классно. Слушайте, готовить здесь картошку с мясом, с овощами будет очень замечательно. Мне нравится, что такая красная крышка. Слушайте, обалдеть. Наслаждайтесь приготовлением пищи. Так, с вашим горшком для запекания. Супер. Легко мыть, элегантный дизайн. Ну посмотрим. Керамика написана. Достаточно такой, знаете, ну прям кастрюлькой кастрюлькой. Классно. Надо будет как-нибудь испробовать и приготовить какой-нибудь вкусненький рецептик. Я помню, мы в детстве у нас были, ну не в детстве, а у мамы. Я еще была ребенком. Были небольшие горшочки тоже с крышечком. И вот мы туда все слоями так укладывали и потом запекали в духовке. Мне очень нравилось такое блюдо. Так, здесь правда темно сейчас. Сейчас включу свет. Нет, у нас все так же стоит вот этот козел деревянный. Он уже стал частью этой квартиры. Все никак. Сережа не сделает подсветку вот в эти вот ниши. Но это все потом. Потом мы уедем с Миланой на дентельку. И Сережа, я думаю, что все это сделает со временем. Кстати, хотела вам сказать большое спасибо за ваши отзывы под последним видео о пленке на стол. Она действительно классная. И мы действительно не первый раз заказываем. И она нам очень нравится. Надеюсь, что вам в вашем доме она поможет, не знаю, вести хозяйство намного проще, намного лучше. И она вам понравится. Хочу ответить на несколько вопросов. Если у вас овал или круг, не важно. Вы, главное, указывайте те размеры, которые вам нужны. А они уже с запасом все, как нужно, будут отрезать там на производстве. Потому что я указывала, даже вот, казалось бы, прямоугольный стол, я указывала конкретно размеры от и до. Они уже на свое усмотрение посчитали нужным отрезать так, как они хотят. Но они уже не первый год работают, и они знают, насколько идет утяжка этого материала. Так же было и на круглый стол. Но хочу сказать, что на круглый стол, так же, как и на овал, я думаю, что производство немножко дольше идет. Потому что я читала то, что овал, когда они отрезают, они его подвешивают, чтобы он как-то, ну, то ли растянулся, то ли еще что-то. В общем, там свои нюансы. Если захотите, найдите вы их в инстаграме и почитайте про овальные там или круглые столы. Вся информация всегда есть в любом случае на сайте. Если вы будете внимательны, то все найдете. И в инстаграм также читайте обязательно. Ну, в общем, как-то так. Я надеюсь, что я вам помогла. Они также доставку делают по России. И можно тоже, наверное, какие-то фирмы найти похожие. Не обязательно в этой заказывать. Посмотрите на этого Дайсона. Помните, я вам показывала его когтеточку. Это вот все, что он с нее выбрасывает. Видите? Ну, ничего. Бывает вот так на ней лежит. Кусается. Да, Дайсон? Кусается. Мы с Миланой сейчас пришли после занятий. Смотрите. Она кушает и будем делать уроки. Так что, мои дорогие, на этом пока я это видео закончу. Скоро будет новое видео. И увидимся с вами совсем скоро. Все. Ставьте лайк этому видео. Пока-пока. Что ты делаешь? Субтитры сделал DimaTorzok